Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Сегодня я расскажу вам о самых интересных и удивительных приметах, связанных с яйцами. Вы узнаете, что означает разбить яйцо и почему нельзя разбивать его о стол. Я расскажу вам о значении двойного и тройного желтка в яйце. Мы обсудим множество бытовых примет, например, что делать, если яйцо упало или оказалось испорченным. Я поделюсь с вами мудростью народных поверьей и объясню, как правильно к ним относиться. Вы узнаете, какие приметы несут удачу, а от каких лучше держаться подальше. Также мы обсудим, какие действия можно предпринять, если случайно нарушить какую-то примету и как разрядить возможные негативные последствия. Для привлечения благополучия пишем ниже в комментариях под видео. Я превращаю все и всех в удачу, деньги и успех. С детства я помню, как моя бабушка всегда бережна и трепетно относилась к еде и застолью. Она говорила, что на Руси издребли к трапезе было особое уважение. Считалось, что именно за столом человек обретает жизненные силы и энергию, дарованную Богом. Особенно трепетно бабушка относилась к яйцам, ведь в народных поверьях яйцо — символ зарождения жизни. Бабушка всегда повторяла, что нельзя разбивать яйцо о стол или играть с ним во время еды — это проявление неуважения к миру и высшим силам. Она рассказывала, что если кто-то вел себя за столом небрежно или шутил с яйцами, это сулило беду и наказание свыше. Даже если нечаянно уронить и разбить яйцо, по приметам это предвещало скорые неприятности. Ходили слухи, что разбив яйцо о стол, ты разбиваешь собственную жизнь и обрекаешь себя на проблемы. Я запомнила эти наставления своей мудрой бабушке. И сейчас, взрослея, все больше понимаю, насколько глубока символика простых вещей, которую так трепетно хранили наши предки. Согласно древнему поверью, стук яйца о поверхность стола является дурной приметой сулящей семье беду. Говорят, этот звук будто бы пробуждает темные силы, призывая в дом злобу и раздор. После такого знака, по мнению суеверных людей, стоит ждать скорых и громких ссор между самыми близкими людьми. Причем поводом для споров может послужить сущая ерунда, мелочь, не заслуживающая внимания. Но именно из-за пустяковых причин отношения в семье якобы перевернуться с ног на голову. Якобы после рокового стука яйцом по столу можно ожидать крутого поворота судьбы, разрыва прежних связей и полной перемены жизни. Вот почему многие суеверные люди стараются избегать этого звука, чтобы не навлекать беду на близких. Согласно одному из распространенных суеверий, разбивать о край стола сырое яйцо категорически запрещается. Это якобы чревато серьезными проблемами со здоровьем для того, кто совершил такой поступок. Верить в это начали еще в глубокой древности. Люди полагали, что вместе с содержимым разбитого о стол яйца человек выплескивает и свою жизненную силу, тем самым он укорачивает собственную жизнь и обрекает себя на болезни. Поэтому многие из суеверных до сих пор стараются никогда не разбивать яйца о край стола, ведь согласно поверью, этот неосторожный поступок чреват для здоровья самыми плачевными и долговременными последствиями. Согласно примете, разбивать яйцо о стол по воскресеньям категорически запрещено, вне зависимости от того, сделано это намеренно или случайно. По поверью, подобный поступок в этот день недели несет угрозу семейному благополучию, привлекая в дом ссоры и разлад. Неважно, хотел человек разбить яйцо или это произошло по неосторожности, последствия якобы все равно будут плачевны. Разбив яйцо в воскресенье, можно, согласно примете, надолго накликать на семью атмосферу скандалов и напряженных отношений между близкими. По поверьям, если яйцо случайно упало и разбилось, это может нести определенный смысл. Если разбились сразу два яйца, то это предвещает новую дружбу, любовь или полезное знакомство. Также для человека в финансовом затруднении это предвещает скорую прибыль. Если разбились три и более яиц, то в скором времени человека ждет череда неприятностей, которых не избежать, но можно смягчить последствия. Если разбилось испорченное яйцо, то предстоящий день будет неудачным. Если вечером разбилось сваренное вкрутую яйцо, то на следующий день произойдут положительные события в личной жизни или работе. Если вареное яйцо упало, но не разбилось, то это предвещает скорое примирение и восстановление отношений. Согласно поверью, разбивать вареное яйцо следует не о поверхность стола, а о другие предметы, например, о край чашки или блюдца. О ложку. Можно взять столовую или чайную ложку и осторожно стукнуть по яйцу, чтобы разбить скорлупу. О другое вареное яйцо. Столкнув два яйца друг от друга, можно разбить скорлупу обоих сразу. А любую другую твердую поверхность. Камень, дерево, пластик. Главное при этом не разбивать яйцо о стол, стол или другую мебель в доме. Согласно поверью, это может принести неудачу и разлад. Даже если по неосторожности вареное яйцо было разбито о стол, не стоит сильно переживать из-за этой приметы. Вот несколько советов, которые помогут снять беспокойство. Собрать осколки скорлупы и вытереть стол, убрав следы инцидента. Проветрить комнату, чтобы изгнать возможную негативную энергетику. Съесть яйцо, чтобы не пропадал дар природы. Мысленно попросить прощения у Вселенной за этот неосторожный поступок. Постараться делать добрые дела, чтобы привнести позитив в жизнь свою и окружающих. Не придавать значение этому суеверию и жить дальше с верой в лучшее. Главное, сохранять спокойствие и не фокусироваться на негативных приметах. Важно жить разумно и ответственно, и тогда все будет хорошо. Согласно традиции, остатки пасхальных яиц и скорлупу от них нельзя просто выбрасывать. Даже если яйца испортились, а скорлупа уже не нужна, их следует отнести на кладбище к могилам родственников. Там можно раздробить или раскрошить негодные остатки и оставить возле надгробий, чтобы птицы склевали их. А хорошие, неиспорченные яйца лучше положить на сами могилы. Так другие люди, приходящие почтить память усопших, смогут взять пасхальное яйцо и тоже помянуть покойных. Это считается доброй традицией, не выбрасывать пасхальную скорлупу, а относить ее на кладбище, чтобы поделиться с усопшими и почтить их память. Так яйцо продолжает приносить радости после праздника. Согласно поверью, чтобы сохранить молодость и красоту, женщинам рекомендовалось умываться водой после окрашивания пасхальных яиц. Считалось, что такая вода обладает особой благотворной силой. Еще полезнее для лица была вода с добавлением серебряных или золотых украшений. Погружая перед окрашиванием яиц драгоценности в воду, можно было якобы придать ей магическое свойство возвращать коже молодости сияние. Такие умывания помогали, по поверью, сохранить женщине красоту и очарование надолго. Используя после праздника волшебную пасхальную воду, можно было продлить молодость и не увидать душой. Важная древняя примета, которая поможет сохранить домашний уют и гармонию, это не приносить и не выносить яйца в дом после наступления темноты. Считается, что это нарушает энергетический баланс жилища, ослабляя защиту от негативного влияния. По поверью, ночью активизируются темные силы, и перемещение яиц в это время делает обитателей дома уязвимыми для вредоносного воздействия. В яйце можно встретить несколько редких аномалий. Двойной желток предвещает удачу во всех делах. Также можно загадать желание, которое скорее всего сбудется. Тройной желток – еще большая удача и исполнение заветной мечты. Но яйцо без желтка – это очень плохой знак. Это редкость, но если такое встретится, нужно критически пересмотреть свою жизнь и заняться здоровьем. Вместе с тем, не стоит подаваться панике из-за этого поверья. Лучше вылить содержимое такого яйца, завернуть в пакет и выбросить подальше от дома, чтобы негативная энергетика не задерживалась рядом, а дома провести очищение, например, окропить святой водой все углы. Вот некоторые бытовые приметы, связанные с яйцами. Если в купленных яйцах нашлось тухлое, взглазу на покупателя. Если в своем курятнике, к несчастью для всего дома. Быстро протухшее вареное яйцо нужно раскрошить и оставить возле муравейника подальше от дома. Так, по поверью, насекомые унесут болезни. Собирать яйца из гнезда женщине, куры будут нестись хуже. Это должен делать мужчина. Выпавшее из рук яйцо, к неприятностям в этот день, лучше отложить важные дела. Мелкое яйцо от курицы, пустым хлопотом для нашедшего. Кровь в яйце предвещает проблемы со здоровьем. Такое яйцо нужно выбросить подальше от дома, даже животным не давать. Конечно, это лишь поверье, не стоит воспринимать их буквально. Главное, беречь здоровье, быть на позитиве и не придавать излишнего значения приметам. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Телеграм. Подпишитесь, по ссылке в описании.